Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Микроскоп Delta Optical BioLite 100 самый младший из хорошо зарекомендовавшей себя линейки микроскопов BioLite. Невысокая цена в сочетании с отличным качеством исполнения делает данную модель прекрасным выбором для начинающего исследователя микромира. Микроскоп поставляется в подарочной красочно оформленной картонной коробке. Внутри коробки находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки, а также небольшая коробочка с аксессуарами. В комплект поставки входит сам микроскоп, десятикратный окуляр, пластиковый контейнер с пятью готовыми микропрепаратами, чистыми предметными и покровными стеклами, адаптер питания от сети 220 вольт и руководство пользователя на русском языке. Заглянув в коробочку с аксессуарами, мы обнаружили набор инструментов для самостоятельного приготовления микропрепаратов, а именно пипетку, пинцет, иглу, пластиковую палочку, пробирку, чашку Петри. Также производитель позаботился о чистоте оптики, положив в комплект салфетки для чистки оптики. Данная модель комплектуется широкоугольным десятикратным окуляром без просветления. Окулярный узел микроскопа имеет удобный наклон. Окулярная трубка имеет качественное чернение, что исключает появление бликов. Три ахроматических объектива 4, 10 и 40 крат установлены в револьверную головку, поворотом которой до характерного щелчка осуществляется их смена. Максимальное увеличение микроскопа 400 крат. Однако ахроматические объективы позволяют расширить этот предел до 640 крат. Для этого можно докупить 16-ти кратный окуляр. Кроме нижней подсветки для работы в проходящем свете микроскоп оснащен еще и верхним осветителем. Это дает возможность работать с непрозрачными образцами в отраженном свете. Однако наблюдение в отраженном свете возможно только с 4-х и 10-ти кратными объективами. Регулировка яркости подсветки осуществляется 4-х позиционным переключателем режимов и потенциометром в основании корпуса. Предусмотрена возможность раздельной или одновременной работы нижнего и верхнего осветителей. Для подключения адаптера питания есть специальный разъем. Кроме того, в нижней части корпуса имеется отсек установки элементов питания для автономной работы микроскопа. Данная модель оснащена предметным столиком 90х90 мм, с обратной стороны которого установлено колесо-диафрагм для более тонкой настройки яркости освещения. Применение колеса особенно актуально при одновременном использовании верхнего и нижнего осветителя. В отличие от старших моделей предметный столик не оборудован микрометрическими суппортами для плавного перемещения микропрепарата. Микропрепарат фиксируется двумя подпружиненными лапками. Перемещать микропрепарат по предметному столику в поисках интересующего участка придется вручную. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика вверх или вниз при помощи двух ручек расположенных слева и справа на корпусе микроскопа. Вращение ручек тугое, но вместе с тем плавное. Корпус микроскопа выполнен из пластика. Однако пластик очень прочный и при бережном отношении микроскоп прослужит не один год. Также следует отметить отсутствие стопорного винта, ограничивающего ход предметного столика. Поспешим к тестовым наблюдениям. Микроскоп показал очень достойные результаты на всем диапазоне увеличения. В качестве первого образца мы посмотрели анатомический срез стебля сосны. Очень интересно смотрится группа одноклеточных организмов инфузория туфелька. На четырехсот кратном увеличении микроскоп показал внутреннее строение инфузории. Тружинник муравей уже на увеличении сорок крат выглядел довольно внушительно, а на увеличении четыреста крат его грызущий аппарат выглядел просто устрашающе. Очень интересно наблюдение в отраженном свете, в качестве образцов было взято то, что первое попалось под руку. А именно 100 гривенная купюра, фрагмент сухого листа обыкновенного черного чая. Так выглядела структура ткани моей перчатки. Изделие из металла. Обыкновенная металлическая шайба. Поверхность латунной гайки, которые без микроскопа выглядели как гладкие. В заключение поверхность листа денежного дерева, а также его поперечный срез. Фиксация изображений проводилась цифровой камерой с разрешением 1,3 мегапикселя, подключенной к компьютеру. В целом микроскоп оставил хорошее впечатление. Особо следует отметить возможность наблюдения в отраженном свете. Это оказалось очень увлекательно, да и нет дефицита объектов для таких наблюдений. Пластиковый корпус и отсутствие микрометрических суппортов вполне компенсируется не высокой стоимостью прибора. Delta Optical BioLite 100 очень хороший выбор в качестве первого микроскопа. Многое из того, что можно увидеть будет новым, а многое Вы увидите по-новому. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...